Привет, друзья! Давно не виделись, но ничего, теперь будем видеться гораздо чаще. И сегодня мы на презентации, ну вернее даже, наверное, на запуске новых NAC-ов, можно так сказать, поговорим о них, ну и еще кое-каких железках Intel и позадаем вопросы. Новый NAC здесь представлен вот в таком вот разобранном виде и уже как живая система, которой подключен шлем виртуальной реальности. Да, друзья, пока некоторые аналитики предрекают VR-у скорую смерть, Intel предлагает относительно компактное и мощное решение, которое VR этот самый тянет. И именно индустрию VR следует благодарить за то, что Intel решили взять Vega сейчас и установить графику AMD на свои процессоры. Но реальный плюс девайса, конечно, в том, что к нему не нужно докупать отдельную видеокарту и на нем вполне можно поиграть. Ну и, конечно, поработать, если надо. 4 центральных ядра, 8 потоков, 4 гигабайта видеопамяти, Vega GL или GH. Об этом мы уже неоднократно рассказывали. У GL два освещительных блоков Vega, у GH 24. Не обошлось без геймерского декора, череп с подсветкой и разными цветами этой самой подсветки. Блок питания внешний на 230 Вт. Охлаждение два вентилятора. Держит 5 4К дисплеев. Мы 20 минут погоняли тест Prime 95, который нагружает процессор системы, выдерживает и уровень шума приемлемый. Надо полагать, система настроена на обеспечение акустического комфорта. Но это мы проверим уже в нашем собственном тесте. Я думаю, что на самом деле она будет греться несколько меньше, если установить другие пороги. Ну, посмотрим. Российских цен пока не называли. Американские цены 1000 долларов и 800 долларов за старшую и младшую модели. Без памяти, без SSD в обоих случаях. Спикер интересную фразу обронил. Цена решения – это цена одной видеокарты. Но на самом деле это не совсем так. Если здесь графика уровня не выше RX 580 или 1060, то что-то около 24 тысяч рублей во времена сегодняшнего дефицита будет стоить видеокарта подобного уровня. 1000 долларов явно больше. Есть 4 микрофона для голосового управления. Может еще для VR, голосовых звонков. Не знаю, я вот прошлый NAC, который с Calcanyon не пробовал, этот беру в руки. Мне кажется, так могла бы выглядеть игровая консоль. Правда, для консоли дороговато. Но на месте Intel я бы все же рискнул, наверное, вывести на рынок бандл NAC с контроллером, памятью SSD, пары игр в цифровом виде. Вдруг кто-то из богатых консольщиков заинтересуется. Но это в порядке общего бреда. Есть ли в новых NAC какой-то эксклюзив именно от Intel, который будет недоступен другим производителям, которые не смогут использовать его для размещения своего Optane или процессоров Intel G? В этих NAC используются, они созданы на базе процессоров Kaby Lake G, которые объединяют Intel Sketchip и графику Vega. Соответственно, Intel Sketchip, на самом деле, что интересно, здесь номинально 7-го поколения. То есть это 7-е поколение серии HQ. Тем не менее, оно было включено в 8-е поколение процессоров Intel. Доступны они будут как в NAC, так и в ноутбуках. Мне кажется, особенность этого решения, она не столько в эксклюзивных возможностях использования Optane, потому что NAC работать будет с ними так же, как и другой ПК. Здесь действительно очень элегантное и интересное решение, сама микросхема, которую нам удалось реализовать, потому что соединение графики, памяти и чипа – вещь была очень непростая. И в данном случае появился миниатюрный компонент Intel E-Mip, который позволил достаточно эффективно с точки зрения использования энергии, питания, с точки зрения управления энергией, теплотой реализовать нам отличные устройства, которые не шумит, в котором действительно есть радиаторы, но оно очень тихое, очень мощное, позволяет даже играть в VR-игрушки на очень хороших FPS. Ну, это мы все, конечно, проверим, если вы нам его дадите. Дадите, да? Дадим, конечно. Спасибо. Стоило вот так по-человечески попросить, как нам сразу же дали, вот такой гипертрофированный NAC со светящимся черепом, где-то там эта бирюлька. Вот так все это выглядит. Это, на самом деле, бандл. Не думаю, что он такой будет продаваться, но вот так вот нам выдали на тест большим комплектом. Друзья, наверное, где-то числа 29 марта постараемся сделать тест, на что способен этот NAC в самом комплекте. Ну, действительно, его сделали очень интересно так. Находится сам NAC. По-моему, это максимальная версия. Клавиатура Logitech-мышь. Клавиатура, на самом деле, не такая стильная, как могла бы быть для такого решения. VR-гарнитура Oculus Rift с манипуляторами и с датчиками. Это тоже от Rift. Оперативная память, потому что, как я говорил, NAC поставляется без оперативной памяти. И накопители. Здесь 16 гигабайт HyperX, 2666, ну, естественно, можно разогнать больше, но посмотрим, надо ли. И SSD на 512 гигабайт, 760p. Это новый SSD от Intel, он на 3D NAND основывается. Это не Optane. Об Optane их поговорим, кстати, чуть-чуть попозже. Ну, вот такой вот, собственно, комплект. Тест будет, значит. Кстати, друзья, напомню, что покупая в интернете, вы можете вернуть часть потраченных средств себе на счет. И чем дороже покупка, тем больше кэшбэк. Например, если вы часто собираете друзьям компьютеры или помогаете покупкой телефонов, планшетов, ноутбуков, вы довольно быстро сможете накопить и себе на новой SSD или даже видеокарту. Кэшбэк через Letyshops к вам вернется, даже если оплата осуществляется наличными, а друг забирает железо из магазина сам. Главное, чтобы при оформлении заказа он был активирован. Все подробности по ссылкам в описании. Новинка, появившаяся в начале марта, которую мы так и не обсудили, это новый SSD от Intel на базе 3D Crosspoint Optane 800P. Накопитель отличается от 900P, в первую очередь, форм-фактором. Это стандартный M.2 с небольшим, в общем-то, объемом. Доступны две версии. Одна всего 58 ГБ, вторая 118 ГБ. Оба варианта могут работать как обычный накопитель, в том числе и загрузочный, ну а также как кэширующий накопитель, как те самые первые Optane Memory, что хоть как-то оправдывает 58 ГБ версию с ценой почти 7000 рублей без NDS. Скорее всего, вы уже ознакомились с тестами на других ресурсах, пока на нашем канале была пауза, и то, что скорость 800P значительно ниже, чем 900P, вы, наверное, тоже уже знаете. У меня возникла пара неудобных вопросов к Intel по этому поводу. Скажите, пожалуйста, почему снижена скорость, вернее, почему она меньше на 800P? Это какое-то, вы так разделяете, сегментируете продукты по сравнению с 900P? Или просто-напросто эти SSD перегреваются, на них нет радиаторов? Почему? Давайте разделим ответ на две части. Во-первых, действительно, 900P использует четыре линии PCI-Express, тогда как у 800P этих линий две. С чем это связано? Количество линий PCI-Express ограничивает пиковую пропускную способность SSD, которая, как правило, действительно требуется только в исключительных сценариях. Для обычной работы со стандартными приложениями вполне будет достаточно использования двух линий PCI-Express. Соответственно, и 800P, который предназначен для консюмерного сегмента, используется контроллер памяти для двух линий PCI-Express. Что касается перегрева, нет, перегреваться он не будет. Энергопотребление у Intel SSD 800P крайне удачное. Это 3,75 Вт в рабочем режиме и до 8 мВт в режиме бездействия. Соответственно, так как в случае с 900P радиатор ему не потребуется, просто ввиду модели использования. Он предназначен в том числе для мобильных и встраиваемых систем, где это критично. Хорошо, ну а следует ли мне ждать для своего ноутбука, например, в который я, допустим, хочу поставить Optane, но вот единственный из вариантов, который появился, это вот 800P. Ну, поясню, 900P просто-напросто невозможно установить ноутбук, а Memories мне просто не нужен, да, вот там, у меня есть и так SSD там какой-то. Почему я не могу установить 800P? Потому что маленький объем, он для меня, например, для многих, наверное, наших зрителей недостаточен. И следует ли ждать Optane именно в таком формате или в более доступном для компьютеров, которые есть у всех, а не исключительно там с подключением PCI-Express или U2. А Optane, в общем, в таком вот народном формате с большим объемом? Особенностью Intel Optane является высокая скорость работы на низких очередях, то есть при большом количестве мелких операций, чтения и записи, которые действительно часто встречаются в режиме обычной работы. Я надеюсь, что действительно мы увидим новые продукты Intel, которые позволят использовать больше емкость накопителей, но комментировать в точности наши планы относительно объявленных продуктов я сейчас не могу. Ну хорошо, спасибо. Помимо Optane, Intel недавно выпустили SSD на базе 3D NAND 760P. По производительности, в случайном чтении и записи эти SSD могут конкурировать с Samsung'ами 960 EVO. А цена за 512 гигабайт равна цене Optane 800P на 118. Ожидается чуть больше 12 тысяч рублей. Друзья, я все понимаю. Optane замечательно работает в произвольном чтении с мелкими блоками. Ну, обгоняя ближайшего конкурента и свои же Intel 760P. Он более долговечный, чем любой NAND накопитель. Ну, по крайней мере, по тестам Intel. Но с такими объемами и ценами 800P популярны точно не будут. Скорость и объем можно нарастить, поставив накопители в RAID. Но это опять ограниченное применение и высокая цена. Я, наверное, как и вы, уже давно перестал доверять любым увещеваниям про надежность. И храню важные данные, которые хотелось бы, не хотелось бы потерять на резервном накопителе. И еще копию в облаке. Контроллер может умереть раньше, чем начнут сдаваться ячейки памяти. Поэтому, хоть и приятно, что срок службы увеличивается, становится больше. Но все же мы ждем снижения цен и больших объемов от Optane. И на этом, наверное, все. Пока! Пока!